Прямой ущерб от пожаров семей Ормана составил больше 30 миллиардов тенге. Что собираются предпринять в Министерстве экологии и природных ресурсов, чтобы минимизировать риски возгорания? Что собираются делать, чтобы восстановить потерянные участки леса? И как сделают работу лесников более безопасной? Об этом моя коллега Евгения Бодрова поговорила с министром экологии и природных ресурсов Ерланом Насанбаевым. Ерлан Орлеевич, скажите, пожалуйста, по пожарам в Восточно-Казахстанской области, в Абайской области уже результаты есть? Результаты есть. Вот в какой части. Сегодня определена площадь 63 тысячи гектаров, из них 54,9, ну 55 тысячи это покрытая лесом площадь. Кроме того, проведены исследования или изучения вопроса причины возникновения пожара. Здесь также есть понимание, значит, проведено исследование, значит, со стороны МЧС и экспертами. Причина, от чего сегодня уже достоверно известна, это грозовой разряд. Вы знаете, в моей памяти, я же руководил до этого, курировал лесное хозяйство, в моей памяти, вот в том регионе, порой в сутки происходило до 25 сухих грозовых разрядов. Вроде бы солнце светит, жарко, а разряд идет. Поэтому я не удивляюсь, что причиной пожара стал грозовой разряд. Ущерб нанесен довольно-таки внушительный на сегодняшний день. Прямой ущерб отчинен 32 миллиарда. Одна из версий была, что все-таки поджог. Не подтвердилось, да? Не подтвердили. Поджог. Дело в том, что грозовой разряд совокупен со штормовым ветром, она сделала свое дело. Я, значит, не исключаю именно реальность вот этой причины. Как можно застраховаться от подобного? Что можно делать? Скажу так, пожары всегда происходят. Например, только в этом году в семье Урманы, где произошел пожар, зафиксировано возгорание в госсистфонде более 100 раз. Но вот именно этот случай, это именно факт возгорания, оно имеет такие последствия очень тяжелые. Мы потеряли людей. И, конечно, теперь в будущем мы предусмотрели ряд действий, которые должны, в общем-то, предупредить разворачивание событий вот в таком усугубляющем виде. Что нужно делать? Это что? Во-первых, сегодня выделены средства. В течение пяти лет мы будем оснащать и обновлять технику, материально-техническое оснащение. Это пожарная техника, это трактора, это малые лесные пожарные комплексы, это навесные оборудования, бороны, культиваторы, плуги и так далее. И, конечно, одним из важных составляющих здесь является установка систем раннего обнаружения. Это что? Это, значит, установка камер. И через камеры мы, которые охватывают территорию дальностью где-то до 20-25 километров. И эта система в оперативном режиме будет давать информацию по координатам, по характеру пожара, что, значит, в свою очередь даст возможность качественно оценить пожар и принять оперативные меры. И третье, это у нас усиление контроля за предупреждением лесных пожаров, ну и обучение кадров. В этой части мы сегодня вместе с МЧС разработали проекты программ обучения, которые будут проводиться на базе учебных центров МЧС. Кроме того, мы с МЧС разработали план, называется он алгоритм действий при взаимодействии при тушении пожаров. Данный документ, он позволяет нам в короткие сроки соорганизоваться с другими заинтересованными государственными органами и выдвинуться на место пожара. Кроме того, вот эти системы раннего обнаружения уже начаты устанавливаться в Кушетовском национальном парке, в резервате РТС Орманы. Со следующего года мы приступим устанавливать эти системы раннего обнаружения пожаров и в семье Орманы. Скажите, это же не первый такой масштабный пожар. Почему должен был случиться еще один, чтобы начали принимать эти меры? Почему нельзя было их раньше принимать? Знаете, вот я сказал вот так. Вы же видите, вот, всегда есть информация о таких больших, крупных лесных пожарах и других странах. Вот Испания горит. Россия горит. Дело в том, что понятно, по факту возгорания могут быть разные причины, в том числе и человеческие факторы. Понятно, могут быть и организационного характера недостатки. Но я вам скажу одно. На самом деле, при таком шквальном ветре, который присутствовал при возникновении пожара в Абайском районе, то, конечно, это уже стихийное бедствие. Поэтому пожары всегда были. Были и миллионы лет назад, и тысячи лет тому назад. Вопрос в другом, что сегодня человеку очень дорого стоит потеря каждого квадратного метра леса. С учетом, сегодня, скажем, экологической обстановки. На самом деле, ущерб, скажем, только от полезной функции леса, он огромен. И если мы говорим об сумме 161 миллиард, только 32 миллиарда – это вот прямые. Прямой ущерб – это загорела древесина, если потеря там техники. Остальное, в пределах 120 миллиардов, это оценка идет, скажем, косвенная оценка называется, косвенный ущерб. Это касается именно, значит, снижения полезной функции леса. Вы понимаете, что она, значит, дает кислороду, поглощает углекислые газы и так далее, и так далее. То есть, поэтому перед нами стоит очень важная задача посредством вот этих усилий, предь, конечно, не допускать такие серьезные пожары. Скажите, как планируют восстанавливать теперь вот эти потери? Что делать с лесом? Сегодня мы создали штаб при данном предприятии «Семьи Урманы», куда вошли специалисты структурных подразделений, областной инспекции и комитета лесного хозяйства животного мира. Это раз. Во-вторых, уже начата работа по отводу лесосек, то есть мы должны эти горельники очистить от сгоревшей древесины, подготовить эти участки под посадку, значит, культур леса. Значит, посадочный материал будет выращиваться непосредственно в этом же предприятии. Вообще посадку мы, лесовая станет работы, завершим в течение 10 лет. Но чтобы потенциальный лес, скажем, полноценный лес появился, конечно, здесь придется подождать 25-30 лет. Это только минимум, по-хорошему. Вот этого времени достаточно, чтобы увидеть уже молодой лес. Спасибо вам большое. Спасибо, что нашли время к нам прийти. Спасибо.